Ребятки, привет! Ну что, вы сидите дома и скучаете? Хотите, расскажу про самую лучшую игру и самый лучший ремейк этой весны одновременно? Думаю, хотите. Не зря же я стараюсь, а вы смотрите этот обзор. Так вот, для тех, кто устал от всего негатива вокруг и хочет отвлечься действительно на добрую историю, я расскажу, почему стоит пройти Final Fantasy VII. И на самом деле, это непростая игра, у нее есть серьезный морально-этический подтекст, отсылки на наше общество и то, как мы потребляем ресурсы нашей планеты. И что самое интересное, эта тема как была актуальна в 97-го времена оригинала, так и сейчас, спустя 23 года. Также вам нужно понимать, что это сугубо японская игра, и даже если вы любите RPG, не факт, что JRPG вам зайдет. Но судя по себе, не будучи фанатом даже обычных RPG, я с удовольствием сыграла финалку. И мне даже понравилось. Конечно, некоторые элементы управления показались немного странными, но в целом даже очень ничего. Сразу скажу честно, что полностью игру я не прошла. Это будет предварительный обзор, чтобы поделиться своими первыми впечатлениями. В общем, игра правда хорошая, и мне прям таки не терпится рассказать о ней поскорее. К слову, игра проходится не очень быстро, но это тот самый случай, когда ремейк стал не просто хорошим пересказом оригинала с новой графикой. Он правильно дополняет историю, лучше развивает персонажей и их отношения. Это именно тот тип ремейков, который делает и так хорошую игру еще лучше. В отличие от третьего Resident Evil, несмотря на то, что мне он понравился, фанаты оригинала были недовольны. В случае с финалкой рады будут и старые фанаты, и новички, которые только разбираются в этой огромной франшизе. Кстати, если хотите более детальные видео, дайте об этом знать в комментариях или проголосуйте подсказки. Итак, как все номерные части финалки, седьмая рассказывает отдельную историю о планете, на которой всем заправляет корпорация Шинра, которая добывает из недр планеты энергию Мака. От этой энергии зависит весь прогресс, и именно благодаря ей работают все механизмы. Но у этой корпорации есть куча врагов, как на политическом уровне, так и на более опасном, повстанческом. С одной такой организацией мы и будем сотрудничать всю игру. Так как это у нас не стандартный RPG, играть придется сразу за нескольких персонажей одновременно и переключаться между ними в нужный момент. Но главный герой все же есть. Это бывший солдат Шинра Клауд, которого наняли для помощи в подрыве Мака-реакторов эко-активисты Аваланш. Они уверены, что энергия Мака – это жизненная энергия планеты, и если ее исчерпать, то придет неминуемо гибель всего живого. Но Клауд хоть и не верит в их дело, все равно помогает за хорошую плату. Но не все так просто. Его постоянно преследуют обрывки воспоминаний о каком-то важном человеке, или это его злейший враг. Пока непонятно, и тот факт, что нас ждет еще не одна часть Final Fantasy VII заставляет меня думать, что поймем мы это не раньше финала первого эпизода. На секундочку, игра, которая вышла – это только первый эпизод всей истории. И чтобы пройти всю игру, нужно будет поиграть еще в парочку таких же длинных эпизодов. В первой части история только начала развиваться, и нас пока не выпустили за пределы Митгарда. Это основной город на планете, и насколько я знаю, это вообще первая небольшая локация из оригинала. И то, что на нее сейчас нужно потратить столько времени, говорит только об одном – нас ждет еще часов в 100 геймплея. Напрашивается вопрос, когда выйдут следующие эпизоды, и не затянется ли это все на десяток лет? Я бы этого не хотела. Если играть, то играть сразу во всю игру. Первый эпизод очень насыщенный разными событиями. Мы встретили старую подругу, начали работать с эко-террористами, убили кучу железных монстров, взорвали макореактор. На нас то нападали, то спасали какие-то странные призраки. Короче, очень насыщенная в плане событий игра, и мне пока это нравится. Как нравится и система боя, она очень отличается от того, что я видела до этого. Напомню, я не играла ни в одну часть финалки, поэтому для меня она новая. Тебе нужно следить сразу за показателями нескольких персонажей. Иногда ты сражаешься один, иногда втроем. Короче, нужно следить, чтобы до конца боя все остались живы. Нужно постоянно переключаться между персонажами, чтобы использовать нужную в данный момент атаку или подлечиться. Но самое важное – это ячейки энергии. Если они будут пустые, то ничего не получится сделать. Но и постоянно держать их полными и ждать подходящего момента тоже не нужно. Нужно использовать эту энергию, чтобы быстрее победить. Тем более, что восстанавливается она быстро. Сражение в седьмой файнал фэнтези реально как отдельный вид искусства. Все настолько красиво, красочно и динамично, что ты просто не можешь поверить в то, что раньше не выглядели вот так. Кроме того, динамичности добавляют и постоянные изменения форм и поведения противников. Потому, начав с одной тактикой, на середине боя, как только ты думаешь, что раскусил, как победить врага, он меняет свою форму и поведение. И тебе нужно вновь к нему привыкать. Это круто. Игра не дает заскучать и не превращается в банальное закликивание врагов одинаковыми комбинациями. Еще игра очень красивая, как по мне, даже лучше, чем пятнадцатая часть. И именно не сама графика, а окружение. Понятно, что тут другой мир, но мне он понравился больше. Тут у нас такая интересная связка стимпанка с киберпанком. Красивое здание, вычурные одежды на втором уровне города и старая красивая архитектура на нижнем. Очень нравится, как все сделано. Я прям не представляю, как она будет выглядеть на ПК. В общем, я играть, а вы пишите в комментариях, что думаете о ремейках и будете ли играть дальше в финалку. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok